Дорогие друзья, всем большой-большой привет из солнечной Турции, кто со мной еще не знаком. Меня зовут Анна, но вы смотрите канал Turkey in Life, и это мое второе видео из моей поездки в Сиде. Как я и говорила вам в прошлом видео, сейчас мы идем в античный город, смотреть античный город, антик Сиде. Идем пешочком от нашего отеля. Вот здесь располагается наш отель, Forest Paradise. Вдоль моря идет променад, как нам сказали, идя по которому где-то полчасика, мы окажемся уже непосредственно в самом Сиде. И вот такой вот у нас пляжик, я вам его показывала уже. Вот, я так понимаю, что здесь уже начинается какая-то либо крепостная стена, либо это руины древнего города. Сейчас идем смотреть сам античный Сиде. Пока мы шли на 10 тысяч раз, закликнули экскурсии, хамамы и все дела, анталийское побережье одно такое. Стоит чуть-чуть замешкаться, задержаться, как тебе уже пытаются что-то продать. Смотрите, ну вот мы и на месте. Вот они, руина античного города Сиде. И здесь стоят указатели. Если пойти в ту сторону, то мы придем к храму Аполлона, к порту и к жандармерии, а в ту сторону, к конфеттеатру. Я думаю, что мы начнем с храма Аполлона из порта, а потом еще пройдем туда. Первое упоминание об античном Сиде датируется 7 веком до нашей эры. Тогда город был известной греческой колонией. Слово Сиде переводится как гранат, а гранат – это символ изобилия. Кстати, слово Сиде не имеет греческих корней, и местные жители разговаривали на местном сидецком языке. Сиде – это настоящий музей под открытым небом. К слову, размеры античного города действительно впечатляют. И мы наконец-то дошли до храма Аполлона, точнее, до руи храма Аполлона. И выглядит он при такой пасмурной погоде просто невероятно величественно. Храм Аполлона был построен во II веке нашей эры полностью из мрамора. Колонны, которые были увенчаны головами медуз, сохранились по сей день. Здесь находится южная базилика. К сожалению, вход к ней закрыли. Подойти к ней невозможно. Она находится прямо у храма Аполлона. Построили эту базилику. Построили в V веке нашей эры. Конечно же, являлась она священным местом. Но вот на сегодняшний день сохранилось только это от неё. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я так полагаю, что, скорее всего, здесь был алтарь. Но здесь написано, что лучше не входить, потому что есть опасность обрушения. Античный Сиде – это город, который очень популярен туристов на самом деле. Здесь очень много народу, всегда и зимой, и летом. Ну и здесь действительно есть что посмотреть. То есть сюда стоит приехать. Мы зашли, получается, в античный Сиде, получается, мы зашли не с той стороны, то есть не со входа сюда. Поэтому мы идём в обратном направлении. Обычно все туристы смотрят другие части, потом приходят к храму Аполлона. А мы идём в обратном направлении, потому что мы шли со стороны моря. Очень многие части города находятся за оградой, потому что они не реставрированы. Я думаю, что на них, ну, как бы просто небезопасно гулять. Вот, смотрите, тоже часть города. Огородили забором вот так. Не подписано, что это. Я думаю, что, возможно, это были дома, где раньше жили люди. Но чтобы народ там не лазил, всё это огородили. Ну и, конечно, когда гуляешь ещё среди всех этих развалин, натыкаешься вот на такие красивые домики. Это всё османская архитектура. Здесь практически в каждом домике либо магазин, либо кафе. В общем, чего тут только нет. Но нас сейчас больше интересует всё-таки сам античный город. Если идти следуя указателям, то будет большой хамам. Мы выйдем к большому хамаму. Сейчас туда идём посмотреть. И вот же опять за ограждением ещё развалины. Я почему-то уверена, что это старые дома простых жителей городских. Дома просто, 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 просто. Ах. Ну, собственно, я так полагаю, что ты есть этот хамам, на который указывала табличка. Бюк хамана. Ну, или, проще говоря, римские бани, которые были важным центром социальной жизни города. Было жарко, и я переоделась уже. Несмотря на то, что пасмурно и октябрь. Я что хотела сказать? Я хотела сказать, что вообще этот античный город, он достаточно большой, и он, как бы, получается, разбросан между современными домиками. Ну, не совсем современными, между османскими домиками спрятаны вот эти вот все руины. Мы сейчас идем в сторону античного театра, и здесь столько просто потрясающих, невероятных домиков красивых. На самом деле, в античный Сиде, как мне кажется, нужно приезжать минимум на день, потому что здесь вот гулять, 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 и еще раз гулять. Настолько здесь интересно и классно. Мы дошли до античного амфитеатра, когда я была тут последний раз, это было, по-моему, в 2017-2016 году, он был закрыт на реставрацию. Вход стоит 45 лир, можно оплатить карточкой. Мы заходим внутрь и идем смотреть античный амфитеатр. 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 Вот такой вот амфитеатр. Посмотрите, какой он огромный. И, как и многие строения в античном седе, он был построен во втором веке нашей эры. И в третьем веке вокруг него была построена стена, после чего он стал использоваться как арена. Видимо, здесь проводились бои гладиаторов. Ну, я так... Посмотрите, кстати, вот там ведь видите, за городом, за амфитеатром так же продолжается античный седе. Очень много развалин. Супер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы сейчас вышли из амфитеатра и идём посмотреть те руины города, которые были видны сверху. Мы дошли до ворот, которые ведут в античный город. Ну, а для нас из... Сейчас я вам их сниму с той стороны. Вот они, городские ворота. Здесь также, посмотрите, колонны. А здесь, ну, я так понимаю, что где-то здесь находился туалет. Тоже второго века постройки, как говорит вот эта табличка. Ну и вот они, руины города, в который не удаётся попасть. Я так понимаю, что именно там находилась агора. Агора — это центральная площадь города. Но сейчас там всё закрыто, к сожалению. Я так понимаю, что здесь ещё ведутся раскопки Анатолийским университетом, Анатолийский университет. Именно поэтому туда заходить сейчас запрещено. А жаль. Ну вот, кстати, здесь располагаются жилые дома. Сейчас полезу на стену, наверное, чтобы показать чуть-чуть сверху. Уже садится потихоньку солнцем, просто гуляем мы очень-очень долго. И сам город, он действительно огромный. И на самом деле лазить, изучать, что это здесь можно вообще до бесконечности, мне кажется. Но это лучше делать уже приезжая сюда. На всё это смотря вживую. Потому что, ну, показать вам всё я просто не смогу. Показать вам какие-то детали, мелочи. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно смотреть. Если да, то буду рада вашим лайкам. Если ещё не подписались, подписывайтесь на мой канал. Также у меня есть Инстаграм, он называется. Также как канал TurkeyInLife. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Всем до новых встреч и пока-пока.